Рождённый ползать летать не может, сказал классик. Так, оговоримся, что сказал он это довольно давно. А стало быть, любой полёт теплокровного прямоходящего существа в воздухе в наши дни не является событием экстраординарным, а воспринимается как нечто вполне естественное. Тем не менее, предполётная подготовка железной птицы, при полной уверенности в том, что она взлетит, всё-таки вызывает неподдельный интерес у тех, кто собирается воспользоваться услугами авиации. Люди-то бог с ними, а вот грузы – другое дело. Они требуют к себе отношения бережного и аккуратного, особенно хрупкие. Впрочем, люди через небольшую паузу тоже станут хоть и живым, но всё-таки грузом. Это на земле. Они чувствуют себя уверенно и спокойно, полностью контролируя любую ситуацию и имеют достаточную свободу передвижения. Но в момент посадки в летательный аппарат невольно возникает ощущение, что на земле забыл сделать что-то очень важное, и теперь придётся это важное отложить до следующей встречи с землёй. Иногда бывает так, что механическая птица несёт столько яиц, сколько и не снилось её биологическим пернатым собратьям. Отдадим ей должное. Несёт она их осторожно и даже с некоторым достоинством. Ценный груз налагает особую ответственность. Доставлен он должен быть точно в срок и в полной сохранности. При наличии лётной погоды оба эти условия не только выполнимы, а легко выполнимы. Правда, это отлично понимают люди, которые вертолётом управляют. А те люди, которые пассажиры, всё-таки мечтают поскорее оказаться на земле и испытывают огромное облегчение, на ней оказавшись. Испытывает облегчение, в прямом смысле этого слова, и железная птица. Освободившись от различных грузов, она легко взмывает воздух, оставляя пассажиров наедине с природой и звенящей тишиной. Впрочем, тишина, как правило, длится недолго. Деловитый и весёлый гомон и даже некоторая суета – всегдашние спутники переездов и новосельей. В здешние дальние зимовья народ наведывается нечасто. Поэтому быт приходится налаживать почти с нуля. По неписанным законам жизни больших коллективов, на первом месте – общественные дела, потом – личные. Сначала переносятся особо ценные общественные грузы, а уже потом – личные шмотки. Обилие снега, которым северная зима, не скупясь, посыпает земную твердь, вызывает определенные трудности при перемещении тела в пространство. Невольно вспоминаются кадры из «17 мгновений весны», в которых внутренний голос сказал Штирлицу, наблюдавшему за неловкими попытками пастора Шлага, а ведь он совсем не умеет ходить на лыжах. Это меткое изречение в равной степени относится к подавляющему большинству городских жителей, оказавшихся в тайге зимой. Лишившись автомобиля и асфальтового покрытия, они вынуждены отказаться от привычки торопиться и опаздывать. Их движения становятся плавными, неторопливыми и размеренными, словно сила земного притяжения выросла в несколько раз. Или время потекло раза в два медленнее. Однако, не от всех городских привычек так просто избавиться. Сами посудите, как можно остаться в стороне, когда кто-то затевает большое и интересное дело, в котором все окружающие без сомнения знают толк и просто не могут не принять посильного участия. ВЫВАЛИВАЙТ В наш цивилизованный век север по-прежнему остается краем суровым и опасным. И баньки с зимой не. Здесь встретишь далеко не на каждом шагу. ВЫВАЛИВАЙТ ВЫВАЛИВАЙТ Какой-то гриб этот, как он, синявка этот что ли, взял его, жрать хочу, этот сырой гриб съел. А Серега дошел, вот до балка, смог там, оставил свой рюкзак и пришел мне, давай, говорит, рюкзак снимать. Рюкзак у меня забрал, за меня рюкзак донес. Я там еле-еле, короче, до этого балка доперся. Вот так вот, такие вот люди есть. Страшно было то, что ты в тумане, с пути собьешься, то есть заблудиться невозможно, в принципе, в тайге, опытному человеку заблудиться невозможно. А вот сбиться в пути и потерять время, то есть намотать километры лишние, как бы сжечь силы напрасно, вот это как бы, вот это страшно. Не успеть к контрольному сроку вернуться, как бы, не за себя страшно, за ребят страшно. Вот то, что они за тебя будут бояться, почему я не пришел в назначенное время назад. Ну, как бы, было у нас отведено 10 дней. Ну, вот, в среднем 30 километров по бездорожью, причем по полному бездорожью. Просто троп нет. Найдешь звериную тропку вдоль берега. Вроде как, ничего такого нет, но 30 километров каждый день солнце, дождь, там, неважно, бурелом намотать. Ну, это, как бы, работа с утра и до самого позднего вечера. На севере есть вещи, которые никогда не встретишь в других местах. Даже простое их перечисление займет довольно значительный промежуток времени. Поэтому попробуем выбрать какой-нибудь яркий и образный пример. Извольте. На свете существует не один десяток самобытных рецептов приготовления ухи. Да и на самом севере их далеко не один. Но самый эффектный следующий. Выбирается ровная площадка, пригодная для разведения большого костра и строительства дневного лагеря с обеденным столом. На площадке разжигается соответствующий костер и заготавливается достаточный запас дров для него. Из подручных материалов в непосредственной близости от очуга сооружается стол, рассчитанный на требуемое количество едоков. Из реки берется пробы воды, вкусовые качества которой крайне важны для приготовления ухи. И если она не подходит, то лагерь строят в другом месте. А если подходит, то продолжают строительство этого. Как правило, вода в таежных реках отменная. Поэтому случаи переноса лагеря крайне редки, и их можно буквально пересчитать по пальцам. Когда все участники процесса в сборе проводится краткое деловое совещание, на котором самым тщательным образом распределяются обязанности каждого. Количество обязанностей не так велико. Но чтобы не носиться толпой по каждому пустяку, лучше все продумать и оговорить заранее. После того, как инструктаж закончен и обязанности распределены, из реки берется ведро опробированной воды и ставится на огонь. А как только вода закипит, все отправляются на рыбалку. Ведь основной секрет успешного приготовления знаменитой северной ухи по-таежному заключается в том, что рыба должна попасть в уху непосредственно из реки. При ловле хариуса для ухи различают два основных способа – активный и пассивный. При активном способе рыболов подвижен и мобилен, часто перемещается от одной лунки к другой, периодически проверяет наживку и меняет ее в случае необходимости. Большую часть времени проводит на ногах. При пассивном способе рыболов облюбовывает только одну лунку и лишь изредка поднимается со стула для оперативной оценки ситуации. Несмотря на то, что описанные выше способы сильно отличаются один от другого, опытные рыболовы достаточно хорошо владеют и тем, и другим и умело чередуют их. Своевременная смена тактики нередко приводит к успеху. Впрочем, выбор того или иного способа зависит прежде всего от темперамента и внутреннего мироощущения рыболова. В идеале надо добиться состояния полной гармонии с окружающей действительностью. Пойманная в таком состоянии рыба обладает отменными вкусовыми качествами и пригодна не только для приготовления ухи, но и для тысячи других блюд. Заканчивать лов следует сразу же после того, как натруженные руки перестают держать пойманную добычу. По этому сигналу все снимаются с акватории и перемещаются в сторону лагеря, где каждый приступает к выполнению своих обязанностей. Четкого списка ингредиентов для ухи по-таежному не существует, поэтому можно смело следовать своим гастрономическим пристрастиям и вкусам или набору имеющихся продуктовых добавок и специй. С момента приготовления первой ухи прошло страшно сказать, сколько лет. И все это время человек сознательно или вынужденно экспериментировал, добавляя те или иные компоненты, постоянно улучшая блюда. Про картошку в ухе еще 200 лет назад на нашем севере никто и не слыхивал. А теперь, пожалуйста. Хотя основные составляющие – правильно сваренная вода и правильно выловленная рыба – во все века остаются неизменными. И нет никаких оснований полагать, что в ближайшем будущем что-нибудь изменится. Хорошо известно, что большинство видов рыб, обитающих в северных реках, помимо прекрасного вкусного белого тела, обладают еще одним достоинством – красной икрой, которая, в свою очередь, обладает своими достоинствами, также хорошо известными. Несмотря на привлекательный внешний вид, есть икру сырой не рекомендуется. Лучше приготовить болтушку, добавив соль, репчатый лучок и немного молотого перца. 5 минут активного перемешивания – и икра готова. Если ее много, смело берите ложку. Если немного, то разумно сразу разделить икру на порции по числу едоков. В этом случае остается слабая надежда на то, что кто-нибудь откажется или отложит свидание с деликатесом на попозже. Тогда не зевай. Вкус северной ухи по-таежному с той или иной степенью достоверности может описать только очень одаренный литератор. И то с большим трудом. Потому что если писать на пустой желудок, то после двух талантливых предложений есть реальный риск захлебнуться собственной слюной. А если писать на сытый желудок, то можно не дождаться музыки, и произведение получится бледным. В любом случае, в домашних условиях такое приготовить невозможно. Вокруг обязательно должна быть душистая северная тайга, чистейшая таежная речка и голубое, будто выстиранное небо. Настоящую северную уху можно приготовить только на севере. Музыка. 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 Через горы ползу. Иду, думаю, пасть, не пасть, сдохнуть, не сдохнуть. Ну вот, домой пришел, и все это как-то забылось. Осталось все это хорошее, и опять все тянет, тянет, тянет каждый год. Не знаю. Музыка. 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 Музыка.